всем добрый день итак друзья мои я уже говорила но еще раз повторюсь встреча с ведьмой она необычная для каждого человека для кого-то встреча с ведьмой это возможность обрести мудрость много знания для кого-то возможность помощью магии изменить свою жизнь для кого-то изменить свои взгляды на этот мир встреча с ведьмой отражается по-разному на судьбе человека либо человек как бы поднимает на поверхность наружу своей жизни свои самые лучшие стороны потому что сила которой вокруг ведьма она этому способствует даже после разговора с ней человек чувствует либо легкость либо уверенность либо тяжесть по-разному смотря какая у нее в данный момент энергия вообще не с вами либо выходят самые отвратительные страсти человека самые низменные в любом случае любая встреча с ведьмой это испытание на честность какая ваша сторона будет преобладающей какая из ваших сторон возьмет верх порочная сторона порочная часть вашего естества который прячется в подсознание или наоборот поэтому судя по тому у кого что было преобладающей после встречи с ведьмой вы можете с уверенностью сказать о том человек достойный или человек гнилой ведьма это на самом деле источник мудрости это женщины которые очень многое сами проходят жизни и понимают любого человека и способны любого понять и помочь но в то же самое время это люди жесткие это люди строгие они не любят лишних слов лишних разговоров они предпочитают дело я дарила вам очень много ритуалов и на деньги и на достаток в доме и шепотки матери бабушки шепотки для детей для здоровья очень много заговоров и для возврата ваших мужиков которые терпеть не могу но все равно вам подарила чтобы вы не платили всяким могуйка миллионы а попробовали сами сделать раз уж так хотите я подарила вам ритуалы связаны с земледельческим хозяйством как повысить урожайность у меня были ритуалы безмолвная магия ритуалы связаны с цветом то есть ткани как лечить себя с помощью ткани разных цветов как призвать удачу благополучия с помощью ткани есть серия заговоров называется природа вам в помощь очень много заклинаний армянских ведьм заговоры грузинских ведьм заговоры для здоровья армянское исцеление есть некоторые путают это говоря что там есть элементы христианства на самом деле это элементы очень очень древнего язычества просто она так укоренилась в нашем народе что трансформировалась в христианство поэтому ноги считают что это слова оттуда ошибаетесь господа ритуал исцеления воду ритуалы от кожных заболеваний исцелению водой я даже не знаю сколько тысячи работ я вам предоставила вы знаете я наизусть помню больше ну по крайней мере сколько я насчитывала больше почти трехсот где-то заговоров это совершенно другие заговоры не мои именно более древние заговоры это все отложилось сохранилось я такая ходячая энциклопедия магии вот сегодня я хочу вам подарить еще я к чему перечислила это все что вы можете это все найти в интернете и пользоваться тем остальным тоже и они в печатном варианте мы выставляем их настолько много что многие считают что если раз растаскать несколько работ если своровать несколько работ то ничего им за это не будет мы нигде это не увидим очень ошибается потому что меня слишком много людей уже знают и и мой почерк и мои мои работы и очень быстро распространяем да распознают и дают нам знать как говорила баба яга да из мультика кузя от меня не уйдешь и так вы знаете для того чтобы в этой жизни достичь чего-то разбогатеть и где-то в достатке жить не всегда это зависит от того сколько денег приходит ваш дом иногда и зачастую зависит от того как эти деньги тратите я человек очень расточительный если бы я не была столь расточительным человеком направо налево всем подряд не помогала в этой жизни да и вообще и вы знаете иногда бывает вещь вот вот хочу купить и все даже если носить не буду неважно я хочу это купить я хочу чтобы эта вещь у меня была и вообще эти рекламные всякие заманухи вот эти весь все эти огни все эти цвета они созданы специально для того чтобы человек чтобы человека сбить с толку чтобы человек купил потом думал нужно это было ему или нет но иногда нужно чтобы некоторая сила которую вы призываете кстати да серия ритуалов еще на распродажу очень помогает собрать детей и в школу и купить все что вам нужно то есть на все хватает денег вы все время натыкаетесь на распродажи и грубо говоря этот ролик тоже я забыла там тоже очень много шепотков и призывов именно для распродажи и так вот смотрите для хозяйства как бы сделать так чтобы силы которых мы призываем помогали нам экономить деньги собирать правильно тратить чтобы она накапливалась и мы могли достичь своей мечты и так я хочу вам подарить один интересный такой шепоток заговор заговор шепотки ритуалы это таком контексте будет смешанным я когда ее читаю я ничего не могу купить я вот выхожу с мыслью что-нибудь такое приобрести что-нибудь красивое интересное вот хочется когда я читаю этот этот заговор мне ничего не нравится вот я зачем поехала хоть убей я 20 раз пройду мимо но не решусь мне не интересно хотя до этого я бы купила сто раз но вот сейчас мне не хочется я не беру закрывает полностью ваше желание что-либо приобрести или купить заговор жаднее призыв жаднее перед выходом из дома или вы заходите не поздно даже если вы заходите в супермаркет прочитайте для себя этот заговор жаднее проснись не дай мне лишнего потратить да будет так скажите для себя несколько раз если вы хоть копейку потратите очень сильно удивитесь вам ничего не нравится весь мир становится мрачных тонах то что вам нравилось то что в вашем вкусе абсолютно для вас фу вы приходите с скажем так со злым настроением но зато с полными карманами денег нужно вам это вы чувствуете что вы не можете удержаться вам обязательно каждый раз что-то нужно купить или подсовывать что-нибудь коммерция она такая купи это красавица бери то и в итоге ты понимаешь что эту красавицу как дуру просто отвели вокруг пальца не хотите говорить ее следующие слова еще раз повторяюсь жаднее проснись не дай мне лишнего потратить да будет так кухоннику я уже отдельно давала вам ритуал кухоннику этот ритуал кухоннику дорогие друзья очень помогает чтобы на кухне не было никаких происшествий не было никаких там замыкания пожаров далее не было каких-то увечий ран в общем несчастных случаев на кухне ничего не разбивается чайники там эти все тарелки они служат долго то есть надолго и хватает да там не случается никаких таких непредвиденных моментов кроме всего прочего ваши продукты хранятся в свежести и вот это вот экономия хозяйства она очень сильно вам поможет вы чувствуете что вы насыщаетесь вы чувствуете что на кухне как-то благодатное такое состояние да и прочее прочее обращение к кухоннику благовоние зажгите на кухне и прочитайте 7 раз кухонник мой кухонник храни хозяйство мои амбары мои припасы еды и питья без плесени в свежести в чистоте заклинаю хозяйничай свои своим хозяйстве заклинаю 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 временами проведите кухоннику этот ритуал и вы заметите разницу далее если вы боитесь сокращений если вы боитесь кризиса если вы боитесь всяких потрясений которые в нашем мире и в нашей стране происходят сделайте следующий ритуал встаньте посреди комнаты ну посреди дома или возле входа где вам удобно в левой руке насыпьте сахар или возьмите куб значит кубик сахарный на правой руке кусок черного хлеба говорите 7 раз и желательно 7 дней подряд вот когда солнце садится в сумерки можете в своей комнате дверь закрыть это сделать чтобы вам не мешали даже если миру не сладко в моей жизни все в порядке мне сладко жить да не тужить положите сахар в рот съешьте дальше кто бы не голодал а мне всегда быть сытой одетой да обутой истинно так съешьте хлеб 7 дней подряд 7 раз говорите это и делайте сахаром и с хлебом через некоторое время заметите что никакие катастрофы и катаклизмы вас не касаются вы от этого отдель отдельно существуете и скажем так вас это не волнует потому что на ваш бюджет и на вашу жизнь это никак плохо не повлияло возьмите кошелек откройте начните трясти посреди комнаты и говорите приди деньгам малая да великая да за собой свою родню приведи вот вам дом да хата живите в нем сытно да богато да будет так аминь это можно читать 6 раз 13 раз потому что число денег обычно вот такое вот этот красный мешок я рекомендовала всем если помните когда давала денежные заговоры их много у меня я сказала в мешочек положите монеты и просто поставьте в холодильник то есть положите в холодильник извиняюсь у вас всегда будет связь с деньгами почему зачем не спрашивайте просто делайте в древние времена пускали в погреб там где холодно там где хранились продукты там ставили вот этот мешок с деньгами где-то прятали ложили где-то в общем хранили там и у них была постоянная связь с деньгами я вот эти древние секреты тайны вам говорю сделайте это потому что это все проверено временем годами и мной в том числе и не только мной такой мешок у меня бабушка держала вообще у меня бабушек было много мамина бабушка папина бабушка это про бабушки мои потом мамина мать папина мать ее сестра еще кто-то много у меня в детстве вообще детство было богатое на бабушек и каждый из них что-нибудь мне говорил учил не специально просто вот так получалось что вот смотри вот этот так надо делать и так далее я это все запоминала потом с годами я понимала что это не просто там знаете так деревенские советы это советы очень проверены веками мудрость на самом деле поэтому слушайте моих бабушек и делайте как они меня учили красный именно красный мешок я думаю что купить не не составит никакого особого труда везде этих мешочки продаются желательно чтобы она была не просвечивала то есть вот ткань плотная киньте туда монет горстку монет ходите по дому в каждой комнате вот так вот трясите мешком чтобы она звенела и читайте в каждой комнате вот сколько у вас комнат ну кроме туалета даже в ванной читайте извините в прихожей то есть везде во всем доме прочитайте и положите в холодильник время от времени повторяйте это не сложно можно раз в неделю это делать у вас постоянно в доме будет достаток и еды будет полно и покупок будет много и обновок будет много через некоторое время вы просто заметите что востока накопилось люди которые следуют моим советам просто следует и делают они потом говорят что у них потом сундуков не хватает сколько у них украшений появляется это не из ниоткуда дорогие друзья но это точно также заработана нами это точно также подарена с воздуха она не падает но если раньше у вас не было такой возможно сейчас откуда-то премия сейчас где-то подарок сейчас где-то скидки сейчас где-то уступили в цене и у вас это уже накапливается понимаете в отличие от того времени когда вы работали работали а результата вроде и нету да все сквозь пальцы так вот берите мешок красный горстку монет туда но столько чтобы звенела то есть место оставьте чтобы они касались друг друга и вот так звеня ходите по всему дому и читайте в каждой комнате по одному разу временами повторять чем чаще тем лучше можете каждые три дня каждую неделю раз в месяц как вам угодно вот так вот значит звените и говорите в этом доме только звон монет да будет слышен где бы я ни была деньги меня от ищут от ищут деньги подарят мне еду одежду и достаток на этом и решим да будет так а результат не заставить себя ждать следующий совет вам и заговор всегда старайтесь чтобы новые вещи были над старыми тогда у вас и жизнь будет постоянная скажем так интересные обновленные и обновок будет много и нового будет много то есть будет движение вашей жизни потому что захламленность иногда приводит к остановке такое знаете всего иногда люди просто переставляют вещи уже меняется уже энергия дома приходит в движение а все все энергия понимаете стремление мечты все эта энергия она должна двигаться перевешивайте говорите читайте 7 раз новое над старым ходить в обновках новое носить дорогое купить лучшее в подарок получить истинно так далее на потраченные деньги я вам уже дарила еще один дарю заговор вот перед тем как потратить или потратили вслед скажите иди и втрое больше обратно ко мне приди да будет так и очень за короткое время вы получите как бы вам сказать через некоторое время это у вас автоматически настолько станет этот процесс что даже без этого заговора она будет работать если вы хотите что-то купить у вас не получается вот вам нужен нужен секретарь наверно который будет ввести ваши расходы записывать но можно призвать такого духовного секретаря который будет вам помогать в этом деле значит перед тем как пока не забыла все время спрашивает а вот откуп луна дорогие люди если луна будет иметь значение я вам скажу никто не будет целый месяц ждать чтобы луна стала полной чтобы на деньги что-то делать это в особых случаях если нужен будет откуп я вам скажу если не говорю значит откупом является некая часть вашей энергии вы деньги получаете да деньги энергии деньги тратите да это энергия вам еще приходит да вот это вот круговорот энергии есть питание сил и духов поэтому чтобы они все время питались они будут вашей жизни постоянно создавать этот круговорот энергии вот это и есть и их откуп взаимовыгодное ваше сотрудничество скажем так старик скупердяй отлично работает просто жаднее надо постоянно призывать его надо призывать раз в неделю вы хотите купить машину или дом вот что-то хотите не накапливается ни в какую постоянные расходы чтобы эти расходы прекратились чтобы остановились эти расходы чтобы не пришлось вам тратить кое-кто будет контролировать ваши деньги считать и и откладывать неважно где на карте или в сейфе или еще где-нибудь но через короткое время вы купите то что хотите и так читать нужно 6 раз читайте просто сидя значит над перед столом или перед алтарем возьмите какой-нибудь сундук положите туда какую-то сумму ну скажем 5000 рублей через некоторое время еще деньги туда будут приходить вы опять будете откладывать если это нужно копить на карту банковскую значит положите перед собой банковскую карту и читайте на банковскую карту и там откладывать именно на эту мечту деньги ну или оттуда будете снимать все время собирать или как как вы решите но нужен источник куда он должен эти деньги откладывать и считать либо вы в одном месте где-то копите либо вы в карте банковской копить неважно вот над этим и читайте начнем старик скупердяй деньги мои для меня собирай помоги мне денег накопить чтобы назвать что например там дом купить с твоей помощью денег накоплю и вскоре желаемые опять назвать на радость куплю копи мои деньги тратить мне их не давай считай мои деньги в кучу собирай я желаю вот эту вещь опять денег накоплю и вскоре куплю да будет так заклинаю и за очень короткое время смотря что вы захотели вы купите пользуйтесь на здоровье еще еще запас арсенал знаний и возможности для вас всем